Море тянет меня, как магнит, и на берег к любимой так тянет, без любви мое сердце болит, но стихия опять к себе манит. Море шторм, море штиль, море чайками белыми манит. Капитан второго ранга запаса военно-морского флота Александр Трушин встретил нас словами «Как интересно жить». Вооруженным силам Александр посвятил почти 30 лет. Признается, о море мечтал с детства, поэтому после школы отправился прямиком в Санкт-Петербург поступать в Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова. Море стало его стихией и его музой. Каждый, кто прочувствовал на себя романтику такой жизни, неизбежно будет тосковать. Александр хотя бы раз в год старается посетить северную столицу и выйти в открытое море. Само вот это нахождение, шум моря, запах моря обязательно выйти хоть на каком-то суденушке в море, чтобы оглядеться вокруг, почувствовать вот эту качку, посмотреть закат или восход, крик чаек. То есть вот какой-то комплекс. Все эти прекрасные виды взрастили в Александре и композитора. Сейчас на его счету более 200 музыкальных произведений, которые исполняют коллективы по всей стране, в том числе хор Московской консерватории и симфонический оркестр кинематографии России. Вот так любовь к морю подарила Александру и полет творчества, хотя первые попытки писать музыку были еще в детстве. Уже позже в военно-морском училище он играл в музыкальном коллективе. Несмотря на то, что много времени композитор посвящает музыке с флотом, он не попрощался. Говорит, бывших моряков не бывает. Александр работает в областном комитете ветеранов военно-морского флота и союзе моряков-подводников. Есть у Рязани подшефтный корабль. Это ракетный стратегический крейсер Рязани К-44. Вот для этого крейсера, над которым шерстует наша Рязанская область, я написал для них марш атомохода Рязани, который стал стрелой песней двух экипажей этого гигантского крейсера. Это крейсер подводный, представьте, 16 баллистических ракет и длиной более 150 метров. Александр признается, что море и музыка очень тесно переплелись в его жизни, а вдохновляют его на написание новых песен – современные рязанские поэты. Цикл песен композитор посвятил морю, другой цикл – десантникам и спецназу. Сейчас готовит сборник о Донбассе. Его же песня стала символом воссоединения России и Крыма. Она так и называется – «Крымская весна». Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».